Девушки отдыхают 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 Ты просто не умеешь отдыхать. Нужно уметь отдыхать и душой, и телом. Давай угадай, у кого-то появилась очередная безумная идея, да? Ну, вообще мы успеваем. Пошли. Ну и куда ты меня привела? Это йога в гамаках. Совершенное новое в Каннске направление. Ага, то есть я после работы, а ты меня на йогу еще и в гамаках. Настя, ну я и так уставший. Усталость твоя временная. Сейчас все пройдет. Тебе понравится. Ну, давай. К нам в Сибирь йога в гамаках пришла из теплых стран, где гамак – обычное дело. Особенно популярно это направление в Америке. В России же начало развиваться сравнительно недавно. И пока только в крупных городах. Встретить такое в Каннске стало для меня большим открытием. Я знаю, что в Красноярске всего два центра, которые практикуют йогу в гамаках. Леня считает, что я уже мастер в этом деле. Не буду его разочаровывать. На самом же деле хожу на йогу в гамаках всего пару недель. И в очередной раз бросаю вызов в гравитации. Так хочется парить в воздухе. О, это упражнение называется летучая мышь. Я не могу это описать словами, честно. Опустите голову вниз, пальчики растопырьте хорошо, жмите ими в пол. Ого, советуют. А меня Леня зовут. Меня Татьяна. Ага, первый раз на занятия. Ага. Привыкайте, это здорово. О, попробуем. Скажу вам честно, не стал бы даже пробовать заниматься йогой, если бы не тренер. Но вот как эти занятия могут помочь мне? Вопросы отпали после того, как Ирина рассказала свою историю. Девять лет назад у нее появилась проблема со спиной. Именно тогда она впервые зашла в зал. Не ходила я, у меня позвоночник очень сильно болел, я ползала на коленках. Меня один человек привез на йогу, я стала заниматься. Это было 80 килограмм. Ого. То есть я стала заниматься, мне это стало нравиться, я стала посещать семинары, развиваться в этом плане и жить образом йоги. Потому что йога поставила меня на ноги. Тренер – это вообще очень важно в йоге. Нельзя прийти после основной работы в зал и пытаться чему-то научить пришедших на занятия людей. Йогой нужно жить. А тем временем кое-кто ощутил полное равновесие. А я больше всего люблю упражнения в воздухе, которые называются бабочка. Оно помогает раскрыть тазобедренный сустав и обрести внутренний баланс. В Индии издавна существовало искусство выполнения осам на столбах и на веревках. Это в очередной раз доказывает извечное стремление человека побороть земное притяжение и ощутить легкость полета. Но главное – йога позволяет справиться со многими недугами. Вообще йога – это исцеление всего организма от костей и заканчивая всеми внутренними органами. Очищается кровь, очищается дыхание, очищаются мысли, эмоции. То есть тело становится гибким, здоровым, живым. Появляется желание жить, творить новые идеи. Как оказалось, занятия в гамаках – это не единственный вид йоги, который практикуют в центре мира йоги. Среди направлений центра еще йога на мече, йога на кирпичах, йога в сауне, йога в лесу и множество других. В скором времени даже появится специальная йога для мужчин. А ведь, кстати, с древности и до наших времен йога была чисто мужским занятием. Пожелайте себе мира и добра, здоровья и любви и городу процветания. Откройте глаза и улыбайтесь. Лень, теперь ты понимаешь, что йога помогает очень здорово избавиться от стресса и расслабиться. Да, не только расслабиться, я вообще себя чувствую в полном силу и энергию. Очень здорово. Осенью, когда так не хватает тепла и уюта, и постоянно хочется согреться, залезть под одеяло или выпить горячего чаю, сауна – отличный вариант поднятия настроения. Тем более в компании подруг. В отличие от традиционной русской бани, требующей хорошего здоровья и определенной привычки, сауна переносится организмом гораздо легче. При этом эмоции и польза те же. Сауна прекрасно очищает кожу, выводит шлаки, снимает усталость, усиливает обмен веществ и имеет еще множество больших и маленьких плюсов. Словно заново родилась. Даже не думала, что мне так понравится. Чай просто волшебный. Девочки, вы знали, что фито-чай не содержит кофеина. Он может состоять из одного или нескольких ингредиентов. Я заказала нам имбирный. В сауне из организма выходит много воды, и ее потери нужно восполнять. Чистая вода, зеленый чай, отвары из трав, ягод или фруктов. Добавляем корень имбиря для улучшения кровообращения и пищеварения. Девочки, знаете, я всегда с собой в сауну беру баночку меда. Он имеет огромный косметический эффект, питает кожу и очищает поры. Давайте сделаем маску. Прекрасное средство для питания кожи, оздоровления и возвращения ее привлекательности. А использование меда в сауне усиливает эффект. Сауна без бассейна – не сауна. Так приятно после парилки поплавать, освежиться. Бассейн помогает размять мышцы и выбросить из них ненужную кислоту. Я думаю, вы со мной согласитесь, что в сауне можно провести время приятно и с пользой. Да, я чувствую себя отдохнувшей и обновленной. Мне очень понравилось. Может, придем сюда на следующую неделю? Да, можно. Субтитры создавал DimaTorzok